Здравствуйте. Добрый вечер. Кур-код, пожалуйста. Это та реальность, которую нужно принять. С 15 ноября попасть в Молодежный театр Алтая и в любой другой можно будет только при наличии QR-кода в электронном или бумажном формате. На входе также вас попросят предъявить документ. Это может быть только паспорт или водительское удостоверение. Детям до 18 лет QR-код не нужен, а вот всем остальным, у кого его нет, придется поломать голову. Это может быть QR-код о перенесенном ранее ковиде, не ранее, чем 6 месяцев назад. Либо это может быть QR-код об отрицательном ПЦР-тесте. Такой QR-код действует 72 часа. Если у вас есть медицинский отвод от вакцинации, то вместе с этим документом нам нужно будет предъявить как паспорт, так и отрицательный ПЦР-тест. Уже в ноябре на входе в театр будут стоять три сотрудника. Билетный контролер, человек, измеряющий температуру и теперь еще контролер QR-кода. В молодежном театре Алтая надеются, что им удастся избежать очередей. Тем более сейчас любой зал может быть заполнен только на 50%. Человек пока не показал QR-код, он не может сюда зайти. То есть получается сейчас будет холодно уже, ноябрь, декабрь люди будут стоять на улице? Перед входом в фойе и перед входом в кассовый зал у нас есть помещение небольшое. Там уже не холодно, так скажем. Первый спектакль, который пройдет в молодежном театре Алтая после нововведений – «Гамлет» 17 ноября. Получается, он пройдет, как сейчас модно говорить, в ковид-фризоне. Свободных мест осталось совсем немного. Кстати, некоторые зрители уже хотят вернуть ранее купленные билеты из-за системы QR-кодов. Но, как нам сказали в театре, это единичные случаи. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.